Просто что-то я подумал, что ладно, попробуем кристаллик. Знаю, доводы, которые озвучил Найтмар по поводу кристаллайза, что с самого старта лучше его взять, мне показывают. Ну, может быть. Но я на самом деле не знаю матча по этому. Там эти сетапы, я с Айрексом никогда не наиграл. Бомбы. Я так, по ощущениям, играю и по, в общем, трибурским понятиям. Хочу сетку посмотреть. Ну что, проверка. Ну, да, ребята чекают. Это у них, получается, уже в топ. Куда они выходят, да? Раз, два, две игры из 32, 16, 8, 4. Да, то есть они в топ-8 выйдут. За выход в топ-8 венеров. 32, 16, третья игра, если у них, то это уже не в топ-8. Это уже 8. Ребята, все матчи у нас до гранд-финала будут до двух побед. И венера, и лузера. Гранд-финал уже до трех. Скоростные он был. Ну что, ребята, проверили свои кнопочки. По-моему, Равоксизер попытался доказать, что здесь есть лаг. И он прям показал. Смотри, сейчас я нажму. И он только телепортнется через секунду. И с ним согласились. Ну что, погнали. Все, кнопочки проверены. Что-нибудь сделай. Да, матч пошел. Звука у нас, кстати, так и нет. Потому что они опять сидят в наушниках. Звука игры, имею в виду. Ох, ловит спарки. Нажимал, видимо, экспилу Мэтью. Но не успел. Пилон же бесконечен. В отличие от некоторых аренд. Кто? Ну вот эту вот стенку. Да, в которой ты бьешь, да, да. Сколько хочешь, только и бей мне. Причем очень удобная для Шинека арена. Потому что он просто на халяву там 20 плюс урона с ней имеет. Если рядом с ней делает транс. Я бы на месте Мэтью менял. Кстати, арена рандома выбиралась или выбирали игроки. Там уже все в крови как раз. Роботы. А, пытается отойти как раз. Здорово. Ну да, Рау хочет быть в этой колонке. Хитрые страты. Не хочу рядом со столбами драться. Нужно Мэтью как-то зацепить. Рау пытается его переплокать. Лоу. Нет, не ест Рау ничего такого. Пытается отфутить. Да, подкатился. Хороший этот подкат у Трайборга. Ох, и пропускает. Там сложно поймать ту самую миллисекунду, когда он уже остановится в этом подкате. Я видел, что ты вроде как блочишь, видишь, что он замедляется, потом опускаешь блок, а он все-таки докатился. Да, там много активов очень. Там надо чувствовать. Ох, и пошли камбульки. Будет Мэтью делать. Да, код ситап. Не отпрыгнул Рау, причем знал против этого идти. Просто инстант джамп сделал и перебил Мэтью. Видно, что наигран хотя бы чуть-чуть. Торморчик. Ох, не выйти. Зажимает его Рау. Хотел сантерить, но когти Шинека слишком длинные. Это 1-0 для Рау. Звука игры не будет. Каким-то образом он забирается в наушники игроков. И система такова. Если используются наушники, вставленные в джойстики, то со стрима звук улетает. Ох ты, какой трейд. Опять пытался сантерить, но не работает единичка против Шинека. Слишком у него летающий хитбокс. Перебокал. Пытался забросить в угол, но Рау готов порвать бросок. Терпит. Плюс и P2R выигрывает Мэтью. Есть шанс что-то заситапить. Ох, отличный резет. Да, это было сложно заблочить. Нужно опять выходить. Опять Рау жмет и за это наказывает его. Отпускает из блока, из угла. Но, только я это говорю. И Мэтью тратит метр, правильно, чтобы забрать этот раунд. Не экономит. Потому что мокровый гамбэкнуть. А зачем рисковать? Опять подкатился. И снова с такого конца экрана почти. С другого конца экрана почти. Да, очень хорошо на ренже прям Мэтью чувствует. Когда стоит подкатываться на каком ренже, чтобы его не наказали. Ох, опять работает подкат. Ох, отличный оверх этот Рау. Загоняет он с Айрекса в угол. И нужно угадывать. Да, бросок причем прям в угол. Ох, и что-то Мэтью нажал в итоге. И решает даже не начинать какое-то продолжение. Не хочет он давать шанс брейкать. Мэтью поэтому пытается рейнжовыми атаками как-то начипить. Да, и в итоге Экспарки решают свое дело. Есть у Мэтью преимущество в 2 метра. Можно его как-то использовать. Экспарк сейчас не будет от Шинека. Вынужден он отстреливать с всякими амулетами. Играть не в полную. Бросочек. Да, метр есть уже у Шинека. Гораздо опаснее он стал. Ой, отлично, единичка. Наказывает за рандомные полеты. И опять сейчас будет выходить, видимо, на тот же сетап, который в прошлый раз Раус ел. Ох, ты Раус что-то нажал, но повезло, что Мэтью не воспользовался. Не пытается уже Мэтью антиэрить. Видит, что неудобная арка. Долго шел, ничего не нажимая. Он пытается перепокать. Приземлился, какой-то коленкой по голове. Бросает Рау в угол. Рау 2 метра. Ух, ты МТ-джамбросок. Добрый день. Секретные тактики. Пытается прям забросать своего оппонента. И ест он лоу, сетка. Ох, да, и просто делает анбрейкабл. Классический анбрейкабл. Помнишь, в девятке были у Сайрекса? Это 1-1. У Сайрекса были комбы анбрейкабл там на 50%. Где он просто взрывает тебя подряд, кидая гранатки. Такие воспоминания. Маленькая версия того Сайрекса. 1-1. МКХ. Ох, просто агрессивно с броска. Северхеда. Пытаются отфусить. Оба подбежали к другу, сделали блок. Мэтью подкатится. Да, и очень быстро эта бомбочка. Но дропает комбу, зато Аверхед накрывает Шинака. Шинак выстрелит из груди свою сеточку. Чуть-чуть не догадился, Мэтью. Пытается отфусить. Забавно, но в стрим идет звук с нажимания джойстика. У кого-то из игроков, мало того, что наушники, это мы знаем. Но там же и гарнитура работает. Я думаю, откуда же этот звук с нажимания кнопок? Ох, Мэтью Рувилд бросок очень нужный. Но не хватает этого. Лоу в спарке. Дело для Роксизера матч-поинт. Ой, пропускает второй лоу. И пошли сетапчики. Позиция не самая лучшая у Шинака. Окажется он в углу. Весь в бомбах. По-моему, не так рассчитывал сейчас сделать Мэтью. Пытается как-то перебить он. Роксизер отлично выходит на ТП. Но пропускает впрыжку назад. Очень хорошая у Шинака впрыжка. Нужно угадывать. Да, хорошо блокирует. Пошел прессинг. Опять рау жмет. После хита. И за это сейчас... Ух ты. Второй раз за раунд. Мэтью, наверное... Все идет не по плану Мэтью. Да, и ест оверхед. Мне кажется, мог, наверное, как-то добить. И как-то поаккуратнее сыграть. В итоге бах его в колонну. Пропускает еще лоу. Да, будет сжен. И это, скорее всего, игра. Да, рау тратит все, что у него есть. И ресурсы. Это 2-0. Редкий Сайрекс. Единственный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова